Субтитры сделал DimaTorzok Нет, я поправлю твое нормальное психическое состояние Если повезет, то у тебя даже появится шизофрения Потому что сегодня я нашел в своем архиве самую кровавую и жестокую гонку для психов Таких как ты И это Кармагеддон В один прекрасный и возможно даже солнечный день Несколько друзей как всегда наслаждались жизнью играя в гоночные симуляторы Они любили это дело Но чем больше они играли тем скучнее им становилось Не было разнообразия Какую гонку не включи везде одно и то же Бери машину и едь до финиша И ребята задались вопросом А почему нельзя развернуть машину и смять гармошка капот своего оппонента? Именно этот вопрос исподвиг их на создание игры В которую уничтожение противника было важнее Чем доехать первым до финишной черты И тогда еще никто не знал Что этот день войдет в историю Как зачатие самой идеи игры Которая торжество насилия перекрывало здравый смысл Ничего особенного разработчики не планировали Сделали простенькую демо-версию игры Где драндулеты корежили друг другу кузова Но тогда стоял 94-й год Сама мысль сделать гонку Где не нужно было ни с кем гоняться Казалось издателем немыслимой Так бы наверное игра Где жалкие человеческие тела Разрывались на куски под тяжестью машин Не увидела бы свет Если бы не SCI Мелкое издательство Которое решило помочь юным разработчикам Вскоре набралась команда из 8 человек Которая назвала себя Стейнлес Геймс И жаждала начать работу над своим проектом Но SCI не разрешила делать игру Где просто мусор на колесах Превращался в дымящийся мусор Уже без колес Издатель хотел выцепить лицензию На какой-нибудь известный фильм Что крайне логично Ведь у популярных фильмов есть фанаты А фанаты любят все Что связано с предметом их обожания Майки, кружки, значки И конечно же игры Которые не точно купят Первым под прицел попал Безумный Макс Пустоши и машины Собранные из металлолома Различные безумцы Которым так и хотелось Дать по морде А потом выдрать их сердце и съесть Как нельзя лучше подходили для игры Но ничего не вышло А все по прозаичной В чем-то даже глупой причине SCI не смогла найти Обладателя прав на фильм И это было крайне печально Только вот горевать Разработчикам долго не пришлось Кто-то из команды Услышал новости О готовящемся сиквеле Культового американского фильма Смертельная гонка 2000 Как ни крути Я не могу понять этих американцев У них такие фильмы Как Смертельная гонка 2000 Или скажем Токсичный мститель Становились культурным феноменом При этом эти Произведения искусства Являлись настоящим трэшем Смертельная гонка Подходила под все критерии Дерьмового фильма Тупейшие диалоги Нестыковка и абсурдность сюжета Преднамеренная жестокость И показ обнаженных сисек По поводу и без Выделялась смертельная гонка 2000 Разве что постановкой Самих гонок В некоторых моментах Они выглядят даже намного лучше И эффектнее современных фильмов Где есть погони Но в остальном Этот фильм был настолько дерьмовым Что легче было научиться Делить на ноль Чем искать смысл Творящегося на экране Фильм был настолько отвратителен Настолько плох Что даже хорош Да, фильм необъяснимым образом Держит у экранов до титров При этом ты осознаешь Что есть более глубокие проекты Которые смогут повлиять На твой внутренний мир И расширить твои знания Но это нарочатая нелепость Эта простота и однобокость Происходящего Неуловимо цепляли И меняли твое сознание Все-таки даже трэш Можно снять талантливо Но в любом случае Это трэш О котором как-то даже Неудобно вспоминать За игру по фильму Взялись большим энтузиазмом И почти ее закончили Как вдруг Сикфилл Смертельной гонки Отменили ССА ничего не стоило Заморозить финансирование Разработки игры до тех пор Пока они не найдут Новую лицензию Но недоработанная игра Так понравилась директорам Что они разрешили Создать разработчикам Собственный франчайз Собственно эти разработчики Не подкачали И сдержали обещания Действительно выдав игру Которая не была Похожа на стандартную гонку Трассы не представляли Себе продолговатый кусок асфальта Поделенный на старт и финиш Нет Тут были просто гигантские На тот момент площади Со всякими объездами Мостами Трамплинами Лугами По которым можно колесить Как тебе вздумается Во-вторых Разработчики За несколько лет До флэтаут Сумели создать Реалистичную физическую Модель повреждения автомобиля Ну конечно До реализма И было так же Далеко как приори До статуса нормальной машины Но в те уже далекие времена Сама возможность Разбить в хлам двигателя Наблюдать как он загорается И чадит Было просто высшей точкой Развития реализма Но мы же с вами Прекрасно знаем Что игра получила Свой культовый статус Далеко не из-за этого Кармагеддон Если бы эта игра Была человеком То она была бы Самым отъявленным психом Крошащий людей в кровавый фарш Мучающий животных И насилующий растения Смочить слюной Задний проход И вставить Не отрывая от ботвы После того Как разработчикам Дали волю своему безумию Их уже было не остановить Жестокость ради жестокости Смерть ради развлечения Нездоровый смех Из-за кишков на капоте Диким здесь было все От дизайна автомобилей До способа прохождения трассы Игра представляла из себя Сплошную вакханалию Которая начиналась Сразу же на старте Но сами подумайте Ярко-красный автомобиль С наточенным лезвием На крыше Борется с мрачным На вид катафалком За возможность Размазать по асфальту Он ту визжащую бабу И ведь в любом случае Она исчезала под бампером Показывалась под выхлопной трубой В виде крайне неаппетитной Субстанции С раскиданными по округе Органами Веселуха Как ни странно Но раздавливая очередную бабку Которая перед превращением В месиво орет Я прошла войну Веришь что давишь человека А знаете как этого добились Разработчики Они действительно давили человека Вы еще не верите в то Что они безумны Был у разрабов Один парень Звали его Тони Чёртов мазохист Тони предложили Изображать раздавленного И он тут же согласился И на парковке Рядом со студией На Тони Несколько десятков раз Наезжал Чевроле Чеви И один раз Все чуть не закончилось Плачевно На скорости 60 км в час Машина врезалась Тони Тот даже по капоту прокатился Местные жители Когда увидали эту картину Вызвали полицию Но они ничего так и не сделали Поняв что это всего Навсего съемки Но знаете что самое смешное Пленка на которой Было записано сбивание Тони засветилась И стала абсолютно негодной Больше Тони правда Трогать не стали Но видимо нашли Другого актера Который сыграл жертву Или же Что лично я не исключаю Разработчики заехали В глухомане И сбивали людей На проселочных дорогах Но видимо Разрабам было Очень стыдно Перед Тони Еще бы и пленку засветили И раздавить как следует Не сумели Поэтому они сделали его Одним из двух Главных героев игры И назвали его Макс Дэмэдж Лицо Тони Изображала водителя Материлась Улыбалась до ушей Когда раздавливала человека И сотрясалась Когда машина Врезалась во что-нибудь твердое И опять тут не обошлось Без мазохизма Чтобы голова водителя Во время удара Тряслась правильно Коллеги по цеху Со всей дури Били по шлему В котором снимался Тони Кием от бильярда А что до самого Тони То он только и орал Еще Еще Сильнее В общем Царила атмосфера Радости Веселья и поняшек Второй персонаж Был женским И назывался он Дайэна А неизвестно не так много Но на момент съемок Для игры Ей было 14 лет У разнообразных Пылали штаны Мол Как? 14-летняя девочка Снялась для такой Жестокой игры Хотя нет Не только из-за этого Если так подумать То Вся игра Вызывала французскую Былку У людей Заботящихся О психологическом Состоянии молодежи Как наивно Агрессия За стороны Моралфагов Была не только Обоснована но и предсказуемо. Игры уже официально признаны видом искусства, а любой вид искусства подвергался гонениям на своем начальном этапе. Когда в балете начали показывать мать его женские щиколотки, всякие старые маразматики в смешных воротниках требовали запретить это богомерзие, потому что щиколотки. Кинематограф считали безвкусным и бесполезным занятием, а режиссеров мошенниками, отбирающих деньги у доверчивых зрителей. И с играми та же херня. Пока в них не играло много людей, и все было в порядке. Многие даже радовались этой инновации. Но потом кто-то сказал, что, мол, игры отбирают в свободное время, дети растут замкнутыми и не выходят на улицу. Но это было затишье перед бурей. Кармагеддон одна из первых игр, если не самая первая, которая подняла шумиху вокруг своей жестокости. Аскетичные пердуны были в шоке, когда видели взрывы, брань, кровь, мертвых людей и коров в одной игре. Причем Кармагеддон сам подстегивал игрока быть жестоким. Разработчики не предусмотрели вариант, где вы можете ездить по правилам, не убивать и быть маленькой милой пандой. Выиграть можно было тремя способами. Самый классический способ, это проехать все чекпоинты и радоваться мизерной прибавки к счетчику очков. Но кому нахрен нужен был этот способ, когда пройти игру можно было, уничтожив всех противников, размазывая их об асфальт? Машина соперника ломалась от ваших ударов, становилась медленнее неповоротливее, а значит уязвимее. И когда она начинала в панике от вас уползать, вы наносили последний удар, противник отлетал в здание и разливал под собой лужу масла, как будто истекающий кровью изрезанный человек. Но если вам хочется настоящего человеческого мяса, то позвольте представить вам третий, самый прибыльный, нудный и сложный вариант. Раздави всех людей. Раскрой их черепа. Пусть последнее, что они увидят, будет черное, как смерть резина твоего колеса. Растирай их кости и органы в труху, разрезай их на части лезвиями и красиво подрифтуй на их остатках, ведь ты это можешь. Нет, ты обязан это делать, ты подвластен силе, которая более жестока, чем ты. Таймер. Тик-так, тик-так, когда последняя секунда исчезнет, ты проиграешь, как бы говорит он тебе. Ты не хочешь проиграть? Тогда убивай, подстегивает он тебя. Собственно, да. Убийство пешехода давало вам время для большего числа убийств. Эдакий замкнутый круг. Круг непрекращающегося насилия. По крайней мере, пока все пешеходы не закончатся. Но убить их всех в игре было трудно. Иногда сраные ублюдки забирались в труднодоступное место, отчего жутко бесили. И именно из-за этого безумия, этого цинизма и жестокости, на игру напали нормальные. Не такие, как мы с тобой, верно? Игре отказывались давать рейтинг, кричали, чтобы запретили эту игру убийцу. Пресса быстро это подхватила, игру начали обсуждать, негодовать по этому поводу, поливать карму грязью и требовать ее запрета, если из игры не уберут кровь, людей и прочую мокруху. Давление на разработчиков было колоссальное. И думаете, они сдались и сделали как требуют? Ха-ха-ха! Нет, как бы не так! Издателю и разрабам как раз это было и нужно! О игре заговорили, да еще как! Слышал о черном пиаре? Вот это как раз тот самый случай. Игрой заинтересовалось немалое количество человек. Поэтому те самые моралфаги выступали бесплатной и мощной пиар-компанией Хитро, не правда ли? Хотя в некоторых странах на уступки пойти пришлось. В Великобритании все люди и коровы были заменены на зомби, а в Германии людей заменили на роботов, видимо решив, что Кармагеддон изображает Холокост. А знаете, если бы в игре действительно были евреи, было бы весьма цинично и реалистично. В любом случае зомби и роботы это абсолютная ересь, превращающая задорную мясистую гонку в детский парк развлечений. Так и ждешь, что на горизонте появится радуга и где-то вдали начнут пастись милые лошадки, которых я бы раздавил до состояния лужи. Когда Морлфаги осознали, что чем больше они орут, тем популярнее игра, они взбесились еще больше, конченые идиоты, и бились в конвужиях с пеной у рта. От отчаяния они начали поливать Кармагеддон нелепыми обвинениями, например, когда погибла принцесса Диана, на карму набросились снова. Все считали, что женский персонаж Дайэна, имя которой, собственно, звучит амофомно с Дианой, высмеивает принцессу и выставляет ее в дурном цвете. Ну а то, что игра вышла за два месяца до трагедии, как бы никто не учел. Поэтому все выглядели крайне глупо. Доходило до того, что на игру кидались даже такие благотворительные организации, как забота о пожилых. Почему? Как раз из-за той бабки, которая перед смертью кричит «Я прошла войну». А ведь разработчики хотели добавить беременных женщин, при размазывании которой на лобовое стекло падал ребенок и сползал под машину вслед за матерью. Пуповину ведь никто не отменял? Ох, всяческих феминисток было бы пруд пруди, но, к сожалению, это показалось разработчикам чересчур. Одним словом, игра получила огромную популярность, при этом игрокам она нравилась не только из-за ее... особенностей. Кормагеддом был образцовой аркадой. По уровням были раскиданы бочки пауэрапы, которые на некоторое время давали различные плюшки типа нитро и неуязвимости. Самым интересным был бонус, меняющий гравитацию. Любое, даже слабое столкновение приводило запуск вашей машины в стратосферу. А представьте, что было в замкнутых помещениях. Машина билась об стены с огромной скоростью, снося головы людям прямо в воздухе. В игре был обширный автопарк машин, в котором были исключительно безумные экземпляры, и часть из которых отдавала дань уважения фильму «Смертельная гонка 2000». Например, стандартный автомобиль «Красный орел» похож на машину Франкенштейна из фильма. При этом, если присмотреться, в машине угадывается очертание олдскульного Бэтмобиля. Машину также можно было модифицировать, но ничего особенного не ждите. Увеличили скорость, сделали машину крепче, вот и весь тюнинг. Но не обошлось и без минусов, правда они абсолютно не мешают получать извращенное удовольствие. Какую машину вы бы не взяли, её очень легко унести в занос на повороте. Иногда это приводит к страшным повреждениям, несовместимым к жизнью, хотя, конечно, можно было всегда отремонтироваться. Да и дизайн некоторых карт был глупым и непривлекательным, а сами локации разнообразием отличались мало. Зато они были большие, частенько давя коров на очередном лугу, можно было совершенно забыть, в какой стороне находится трасса. В любом случае, игра бомбанула, прославив разработчиков на долгие лепа. Я, кстати, не забыл сказать, что окрашивать мир Карамагеддона в красный цвет нам предстояло под музыку Fear Factory. Но теперь-то вы понимаете всю гениальную красоту задумки. Правда, в дальнейшем всё пошло не так гладко. После удачного DLC и Splatpak с улучшенной 3DFX графикой, обновлённым автопарком и картами, среди которых есть гонка в условиях настоящего ада с чертями и котлами, и любимая всеми гоночная сферическая трасса в вакууме, где на скорости 300 км в час машины влезались друг к другу, устраивая адский дестрой. Со второй частью случилось самое страшное. Исчезла атмосфера. Если первая часть поначалу могла даже показаться отвратительной, но постепенно вы превращались в одного из безумцев, то вторая часть была какой-то не такой. Графика похорошела, несмотря на год разработки. Добавилась более правдоподобная система повреждений, можно было открывать дверь и мочить особенно у вертливых пешеходов. А они, в свою очередь, не сразу превращались в органическую кашу, а теряли конечности, заливая всё литрами крови. И вроде бы всё неплохо, но Кормагеддон 2 Кормапокалипсис Нау стал игрушечным. Люди походили на кукол, половина машин стала обыкновенными, и позвольте спросить, что это за мандец? Что это за Магомед? И это стало главной причиной. Картинка не показывала безумия. Игра превратилась в фарс, хотя геймплей был изменён незначительно. А на картах появились движущиеся объекты типа поездов. Ну а третья часть похоронила серию. Сменился разработчик, поменялась картинка и геймплей, Кормагеддон перестал быть Кормагеддоном. Пешеходы стали какими-то живучими, иногда нужно было наехать пару-тройку раз на одного и того же человека, чтобы его убить. А тот в ответ мог кинуть коктейль Молотова или долбануть по капоту монтировкой, хотя это было весело. За убийство пешехода давалось всего 2 секунды, а время было ограничено 4 минутами, тогда как в прошлых частях можно было додавиться до часа или двух. Таймер в третьей части стал главной проблемой. Его было крайне мало для прохождения, его было крайне трудно накопить, хотя эту проблему решали ковырянием в папке с игрой. Да и ограничитель 4 минуты никак не провоцировал вас убивать больше и обыскивать карты, которые стали не в пример огромнее на предмет бонусов. Поэтому самый лучший способ пройти игру, это стандартно ездить по чекпоинтам. Но разве это карма? Нет, это какая-то другая игра. Возможно, что скоро Кормагеддон возродится. Отцы-основатели кармы выкупили права на игру и прямо сейчас создают Кормагеддон Reincarnation. По тем роликам и скринам, что сейчас имеется, пока сложно понять, чего ждать от игры. Но ведь это же Стейнлис Гейм, они должны реанимировать своё дитя. А получится ли нам снова свихнуться? Посмотрим. А на этом, пожалуй, и всё. Подписывайтесь на канал GamePilot и заходите в группу ВКонтакте, если не хотите пропустить множество других видео, в том числе и моих. А обзор на мобильную версию Кормагеддон за авторством моего коллеги вы можете просмотреть по этой ссылке. Не заблудитесь. Надеюсь, вы хоть немного двинулись и вам захотелось окунуть руки в кровь. Если нет, то ничего страшного. На свете есть множество других жестоких игр. Обязательно свихнётесь. Пис вам. Пока, мои спятившие.